Имеющиеся на сегодняшний день факты, найденных под шушой обломках неэкспертной версии ракеты «Скандер-М» указывают на то, что они, скорее всего, были похищены и контрабандно перевезены на территорию Армении. Как передает канал 13 со ссылкой на «Вестник Кавказа», об этом заявил военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов, проанализировавший ситуацию с «Искандерами». На мой взгляд, в распоряжение Армении «Искандеры-М» попали в результате хищения, то есть преступной операции. Согласно официальной версии следствия, они были выкрадены со складов российской армии и тайно переправлены на территорию Армении, сказал он, добавив, что, согласно известным данным, армянские военные стреляли похищенным «Искандером-М» с позиций недалеко от Гюмри, где располагается 102-я российская военная база. Выстрел был произведен из района Гюмри с учетом дальности поражения. Дело в том, что речь идет именно об «Искандере-М», у которого дальность 480 километров, а любое оружие этой категории с дальностью более 300 километров запрещено к экспорту. В экспортной версии пусковые установки этого класса ОТРК обладают только одной ракетой, а в версии для российской армии – двумя. Точность наведения у «Искандер-М» понижена до 20 метров. «Искандер-М» потому и запрещен к экспорту, что это высокоточное дальнобойное оружие, доставляющее до конечной цели до 500 килограммов взрывчатки, напомнил эксперт. Данная версия объясняет, почему пемьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о взрывающихся на 10% в «Искандерах», поскольку похитители не могли активировать ракеты. «Взорваться такая украденная ракета не могла. Для того, чтобы она приняла боевое положение, необходимо ввести соответствующие коды, а они не хранятся вместе с ракетами», сообщил Александр Артамонов. По мнению военного возревателя, использование ракеты «Искандер-М» – это грубая провокация, которая имела своей целью втянуть Россию в конфликт, сделать ее участницей войны и, как минимум, вызвать новую волну санкций со стороны Европы и Америки.